В Ираке подвели итоги досрочных выборов в парламент. В Китае состоялся азиатский форум молодых лидеров. В России и Киргизии одновременно открыли выставку о кочевой культуре 21 века. После двух лет локдауна Сингапур запустил транспортное сообщение с Малайзией. В Таиланде провели обезьяньи-фуршет. Съедено 4 тонны овощей и фруктов. В Ираке подвели итоги досрочных выборов в парламент. Победу одержал блок шиитского имама Муктады Ассадра, получив 73 из 329 мест в Совете представителей. Также в законодательный орган страны вошел суннитский альянс Токаддум, которым руководит спикер парламента Мухаммед Аль-Халбуси. Коалиция государства закона во главе с экспремьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. И Демократическая партия Курдистана, бывшего президента иракского Курдистана Масуда Барзани. Эти политические силы получили от 31 до 37 мест в парламенте. Оставшиеся кресла распределились между менее популярными объединениями. Также в Совет представителей вошли 43 независимых кандидата. Про иранские партии, которые показали плохие результаты на этих выборах, отказались признать их итоги. Досрочное голосование состоялось 10 октября. Его перенесли с мая 2022 года из-за высокого недовольства в обществе нынешними властями. Тем не менее, проголосовать за новый состав Совета представителей пришли всего 44% иракских граждан. Люди выбирали депутатов более чем из 3200 кандидатов от 167 партий. Более 300 молодых активистов со всего азиатского континента стали участниками форума молодых лидеров в китайском Гуанчжоу. Главная цель Международного съезда – улучшить взаимопонимание и укрепить сотрудничество молодежи стран Азии. В течение трех дней молодые лидеры и активисты провели десятки дискуссий и специальных сессий, посвященных технологиям, финансам, культуре, здравоохранению, благотворительности и другим актуальным темам. Как гласит старая китайская поговорка, для настоящих друзей нет далеких расстояний. Азиатская молодежь сегодня обладает мудростью и способна сделать Азию ведущим центром инноваций и творчества. Современная молодежь – это будущее Азии, уверены организаторы форума. Совместными усилиями новое поколение внесет значительный вклад в дальнейшее развитие континента. А это имеет огромное значение для будущего Азии и всего мира, говорится в итоговом документе форума. Невероятной красоты пейзажи горной Киргизии, портреты ремесленников, скотоводов, снимки традиционной одежды и предметов быта – всего более ста фотографий. Эта выставка стала отражением граней кочевой культуры 21 века и одним из итогов международной этнографической экспедиции «Большой Алтай. Россия. Кыргызстан». Ученые двух стран побывали на высокогорных стойбищах и в населенных пунктах Иссык-Кульской и Нарынской областей Киргизии, в общей сложности пройдя 3000 километров. Проект нацелен на самом деле на решение фундаментальной ребятозадачи. Мы хотим, чтобы ученые, ведущие специалисты, технологи, эксперты, занимающиеся изучением тюрков и тюркомонгольских народов современных, объединились и совместно решали совокупность проблем, которые сегодня стоят перед исторической наукой. Торжественное открытие фото-выставки состоялось одновременно в Алтайском госуниверситете и в Киргизии на берегу озера Иссык-Куль в центре кочевой цивилизации имени Курманжан-Датки. Кроме красочных снимков, гостям обеих экспозиций представили традиционные танцы и песни киргизского народа. А в завершение мероприятий всех присутствующих угостили национальным киргизским блюдом – борсоком. До пандемии коронавируса Мохаммаду Фарису требовалось всего 30 минут, чтобы добраться из Малайзии на работу в Сингапур. Ездил ежедневно, но когда границы внезапно закрыли, мужчина оказался отрезан от своей семьи и почти два года жил в машине, неподалеку от набережной с видом на родной город, и ждал, когда ограничения, наконец, снимут. «Теперь я знаю это место лучше, чем свой дом в Малайзии, но уже скоро я вылечу домой. У меня ощущение, что я 10 лет был заперт в тюрьме, а теперь, наконец, увижу своего сына и жену». До пандемии около 300 тысяч малайзийцев ежедневно ездили в Сингапур на работу, и когда закрылись границы, многие оказались в похожей ситуации, что и Мохаммад Фарис. Но теперь для полностью вакцинированных взрослых и детей старше 12 лет открыт специальный транспортный коридор между странами. С 29 ноября сингапурцы и малайзийцы могут добраться до соседнего государства на самолете или автобусе. «Мы с тревогой наблюдаем за новым штаммом омикрон. Но в любом случае наша цель – постепенно открывать границы между нашими странами, и я совершенно уверен, что через некоторое время мы сможем добиться прогресса». По новым правилам пересекать сухопутную границу с любой стороны без карантина могут до 1440 человек ежедневно, если у них есть гражданство, постоянное место жительства или долгосрочные визы в стране назначения. Обезьянки в центре внимания. Праздник в тайландском городе Лопбури посвящен исключительно им. Забавных и слегка бесцеремонных животных угощают фруктами и овощами. Фуршет для длиннохвостых макак местным властям обошелся в 3000 долларов. «Впервые за два года обезьяны едят разные фрукты и овощи, и я так за них рада». На этом празднике живота обезьяны без каких-либо проблем поглотили 4 тонны овощей и фруктов. Тайцы уверены, кормление этих зверьков приносит удачу. Ну а фестиваль – это ежегодная традиция местных жителей благодарить макак за привлечение туристов в их город. «Мы здесь со вчерашнего дня. Оказывается, обезьянки довольно глупые. Но я действительно счастлив быть на этом празднике. И теперь я думаю о том, чтобы приехать на фестиваль в следующем году». Обезьяне фестиваль в этом году посвятили людям на инвалидных колясках. Собранные во время праздника деньги потратят на помощь нуждающимся. Туристы постепенно возвращаются в Таиланд после того, как в ноябре правительство разрешило полностью вакцинированным путешественникам въезжать в страну без карантина. Только за первый месяц с момента открытия границ отдохнуть под азиатским солнцем приехали более 100 тысяч человек. Субтитры создавал DimaTorzok